хочу себе дом замковом стиле если любому из вас сейчас сказать хотел бы ты себе замок думаю что никто бы не отказался ходить по коридорам на кэблах спрятаться в каком-нибудь из залов в шкафу чтобы часа три не могли найти или разжечь камин в тронном зале и прочесть книгу под звуки трескающихся полень и так думают многие а действительно ли наличие замка на балансе было так удобно и хорошо давайте-ка отделим то что кажется нам на первый взгляд от того что было на самом деле давайте начнем с преимуществ замков какая некая безопасность замки строились прежде всего для защиты толстые стены башни рвы подъемные мосты все это делало их неприступными для врагов так считали владельцы в реалии же замок был притяжением всякой нечисти отовсюду враги банды грабителей то и заговоры внутри этих толстенных стен и все же как владельцы замков пытались защитить себя есть такое понятие как средневековая фортификация то есть укрепление которое относится к военной инженерной технологии к ней обращались во время строительства европейских замков от падения римской империи до эпохи возрождения и у средневековых замков есть свои архитектурные фишки например часто к ним пристраивали так называемые башни лучников такие башни были сделаны из камня включая в себя зубчатые стены и бойницы вертикальные прорези в стене через которые стреляли лучники на атакующих крепость главная башня носит название донжона это центральная башня самая мощная и самая безопасная обычно именно там были жилые помещения и спальни где свое время проводили лорды а еще там могли хранить оружие иногда для постройки укреплений нужен был обязательный доступ к воде так как наличие гавани позволяла получать запасы еды в военные времена по водному маршруту и это давало возможность всегда иметь под рукой питьевую воду особенно такая фишка использовалась британцами когда они сооружали замки вокруг всего острова ну конечно вокруг замков создавались искусственные рвы делалось это с целью затруднить проход к замку да и вообще все что вы видите в замках или около них создавалась с учетом возможного нападения если вы когда-нибудь были на территории какой-то замка или крепости наверняка могли отметить не самые удобные лестницы во первых там как правило очень много ступеней устать можно даже если вы просто пришли на экскурсию что уж там говорить о тех кто в средние века решил напасть пока два пролета пробежишь уже свалишься с тахикардии во вторых часто такие лестницы делали с уловками чтобы они затрудняли подъем вверх но сами ступеньки на замеренно делали неудобными и потому что их строили средневековые ровшаны и джимшуты а потому что таким образом противники спотыкались и падали что замедляло им восхождение еще раньше был такой вид раннесредневекового замка который у нас назывался бы кургана палисадный замок а в европе он называется мод и бейли где мод в переводе с французского значит холма словом бейли в английском обозначали двор замка такие замки были особенно популярны во франции в 11 12 веке в англии в эльсе и шотландии после нормандского завоевания обычно такие замки были небольшие деревянные что позволяло довольно в короткие сроки построить это сооружение но так они были уязвимы для пожара и моменты осады многие сгорали и строить их начинали по новой несмотря на то что на дворе 21 век где-то и по сей день некоторые энтузиасты строят замки по средневековым стандартам так например в калифорнии и сооружение костелло де амороса где располагается винодельня открыл костелло в 2007 году винодел дарио статуи 4 в поколении виноделов статуи в 1885 году его прадед виторио эмигрировал в сша из италии и семья продолжила жить в штатах дарио вдохновился на возведение такого замка после своего путешествия по европе 1993 году семья статуи приобрела землю за 3 миллиона долларов а потом вложила еще 40 миллионов само строительство замка и винодельни этот костелло и правда мало чем отличается от средневековых замков в нем 107 комнат на 8 уровнях на территории также есть защитный ров угловые башни и внутренний двор владельцы решили создать наиболее атмосферный замок и соорудили в нем даже тюрьму с камерой пыток и рыцарский зал статуи даже не пожалели 13 тысяч долларов чтобы купить все специально для пыточной так называемую железную деву устройство для пыток и казни представляющие собой железный шкаф с гвоздями в внутренней стороне да если вы не забыли мы с вами говорим о преимуществах замков и следующее преимущество это конечно же статус и власть как его все времена владение замком подчеркивал что ты богатый могуч также замки служили административными центрами для управления в общем замок это как бы не только ваш дом но еще и место работы и отдыха еще место работы всех ваших слуг помощников правой руки левой руки советников визирей так далее и тому подобное но я не хочу акцентироваться на этом достаточно очевидном пункте а вот что действительно интересно так это минусы замков несмотря на внешнюю роскошь внутренние условия часто были довольно суровыми замки были холодными темными и влажными отопление было неэффективным а окна маленькими что делала интерьеры мрачными поддержание замка в хорошем состоянии требовало значительных затрат и ресурсов включая регулярные ремонты и обслуживания замки часто располагались в уединенных местах что создавало определенную изолированность от остального мира то есть многие из них были перевалочными пунктами а вовсе не постоянным местом проживания в современном мире с условиями может быть и получше стало но содержание замка дело по-прежнему очень затратное поэтому современные держатели замков довольно редко в них живут и обычно используют свои дворцы как музеи это позволяет хоть как-то покрыть расходы вот усадьба которые владеют представители ирландской династии гиннес известная нам по одноименному пиву представляет собой поместье в готическом стиле это имение насчитывает дворец 8 коттеджей парк мебель здесь антикварная как и камины а теперь представьте сколько нужно времени и сил чтобы следить за всем этим добром зато туристов здесь действительно достаточно особенно после того как тут снимут какой-нибудь фильм конкретно на территории этого поместья снимали сцены из храброго сердца и джейн остин давайте рассмотрим с вами тосканскую виллу антинори пусть и не замок конечно находится она в нескольких километрах от флоренции принадлежала семье антинори одной из великих тосканских винодельческих семей сегодня это вилла выставлена на продажу цена более 20 миллионов евро 1498 по 1517 она была собственностью могущественной семьи дель джаконда которая принадлежала знаменитая моно лиза она же лиза герардини жена франческо дель джаконда именно поэтому знаменитую картину леонардо да винчи называют как моно лиза так и джаконда до франческо заказал картину своей жены леонардо и теперь она висит в лувре но вернемся к вилле к ней ведет аллея кипарисов далее итальянский сад а все вместе это парк площадью 27 гектаров главное здание имеет площадь 2800 квадратных метров далее восьмиугольная часовня дома смотрителя и различные постройки сельскохозяйственного назначения включая три лимонные рощи площадью 3700 квадратных метров вилла сейчас в идеальном состоянии включая интерьеры и мебель круто не так ли но не будем забывать что эту красоту нужно поддерживать это очень затратно а вот вино андри нори вы сможете купить и у нас вино с 600 летней истории ответьте мне честно какие нервы надо иметь чтобы владеть замком представьте многие из них содержали темницы тюрьмы для заключенных это все добавляло им мрачную репутацию темницы в замках были местами где условия содержания часто были крайне суровыми заключенные могли быть закованы в цепь и держаться в каменных ямах или клетках часто без достаточного света вентиляции или гигиенических условий это создавало условия при которых распространялись болезни в некоторых замках были специальные комнаты для пыток где применялись различные устройства и методы для извлечения признаний примеры пыток включали растяжение на дыбе использование железных дев и другие жестокие методы и конечно замки имели собственные места для казней это могли быть внутренние дворы или специально отведенные места на территории где публично проводились казни в том числе обезглавливание повешение или сожжение и да вы можете мне сказать мол егор но сейчас то никакой не средневековье из гигиены все нормально и головы никому не отрубают на заднем дворе да и одиночество в замковом подвале можно скрасить playstation но экзекуции ушли а паранормальные явления остались даже ирландия или шотландия кишат рассказами о приведениях эти истории часто уходят корнями в насильственные или трагические события связанные с замками примером может служить тот же лондонский tower где по легендам до сих пор блуждают души казненных аристократов если вы являетесь любителем пощекотать себе нервы существуют даже туры по замкам с привидениями и более того я вам скажу там даже можно переночевать как вариант датский замок отель драксхольм который может похвастаться аж тремя приведениями серая леди это дух служанки это приведение дружелюбное говорят что она просто ходит по коридорам отеля и заботиться о том чтобы никто не заблудился белая леди и граф ботвелл вроде как тоже никого по ночам не пугает но жутковато знать что белой леди была когда-то молодая девушка чей скелет был найден в стенах этого замка свое время ее отец не одобрил молодого человека который понравился девушке и он решил ее наказать заберев на веки вечные в ее же комнате граф ботвелл же был третьим мужем шотландской королевы марии стюард только вот их брак не одобрила шотландская знать парню пришлось бежать в норвегию но и там его поймали родственнички марии которые отправили его в данию отбывать наказание в тюрьме а хотели бы вы оказаться в центре какого-нибудь заговора до замки были центрами власти где велись заговоры и интриги политические соперники и враги могли быть жестоко устранены или удерживаться в заточении в ожидании своей судьбы одна из наиболее известных заключенных особ в истории уже упомянутая ранее мария стюард мария первая шотландская она провела 19 лет в заключении в разных замках англии по приказу своей кузины королевы елизаветы 1 среди замков где она была заключена можно выделить замок лук ливен где она была взята в плен своими шотландскими врагами и замок фото рингей где она была казнена мария стюард имела виды на английский трон так как была правнучкой генриха 7 и католической наследницей это вызвало опасения у протестантской королевы англии елизаветы 1 которая видела в марии угрозу своей власти а католики в англии и за ее пределами могли использовать марии для организации заговора против елизаветы после неудачного правления в шотландии включавшего обвинения в убийстве второго мужа марии лорда дарли и брак с подозреваемым его убийстве графом ботвелла мария столкнулась с восстанием шотландских лордов 1568 году она была вынуждена отречься от престола в пользу своего сына якова шестого и бежала в англию надеюсь на поддержку своей кузины елизаветы 1 в англии мария стала центром различных католических заговоров против елизаветы в частности заговор ридольфии заговор бабингтона ставили перед собой цель свержения елизаветы и возведения марии на английский трон 1571 году группа английских католиков во главе с роберто ридольфи планировала убить королеву елизавету и возвести на престол марию стюарт но все же заговор раскрыли а его руководителей казнили 1586 году посадить на престол марию пытались также английские заговорщики но в этот раз при поддержке испании во главе с энтони бабингтоном но и этот заговор не удался его раскрыл глава контрразведки елизаветы сэр фрэнсис волсингем эти заговоры укрепили подозрение страхи елизаветы и ее советников из-за ее участия в заговорах и угрозы которые она представляла для протестантской власти елизавет марий была арестована и провела в заточении почти 19 лет она задержалась под стражей в различных замках и домах чтобы ограничить ее влияние и предотвратить возможность побега 1586 году когда был раскрыт заговор баммингтона мария была признана виновной в соучастии это дало елизавете достаточные основания для подписания смертного приговора в феврале 1587 года мария стюарт была казнена кто еще из известных исторических личностей был заточен или казнен замка ричард 2 король англии который был свергнут в результате заговора и умер заключение в замке понтефрак людовик 16 и мария антуанетта король и королева франции которые были заключены в тюрери и в консьержери во время французской революции оба были казнены на гильотине кардинал решили хотя он и не был узником в классическом понимании этого слова некоторое время он пребывал под видом ареста в своем собственном замке в период политических интриг гильон демашо поэт и авантюрист который провел множество лет в замке шильон в швейцарии его заключение стало известно благодаря стихотворению лорда байрона узник шильона с шильоном мы познакомимся максимально подробно в моем выпуске туре по этому замку элеонора эквитанская могущественная герцогиня и бывшая королева франции и англии была заключена в различных замках по приказу своего второго мужа короля генриха второго в том числе в замке солсбери но что же с замками происходит сейчас многие европейские замки пришли в упадок с развитием артиллерии защита становится менее эффективной другие замки потеряли свою административную стратегическую значимость из-за объединения одних с другими или изменения территории влияния но все же многие из них есть до сих пор в качестве достопримечательностей в одной только великобритании около полутора тысяч так как они разбросаны по англии уэльсу ирландии и шотландии в европе всего более 25 тысяч замков считается что на территории франции и италии и великобритании находится около 10 тысяч замков что составляет аж 40 процентов всех замков в мире идея жизни в замке может казаться романтичной но не стоит забывать что реальность была гораздо более суровой и практичной современное строительство замков в стиле прошлых веков обычно включает современные удобства и технологии делая замковую жизнь более комфортной чем это было возможно в средние века подписывайтесь не пропускайте выпусков и скоро увидимся